добрый вечер дорогие мои надеюсь вас не стоит знакомить с этой красавицей как не знаете это таволга таволга друзья это таволга вот она у меня здесь зацвела я несколько раз вам уже снимал про нее ролики я называю ее это растение аптека в доме потому что если вы хотите иметь в доме растений которые помогает практически это всего то это таволга вот у нее самая большая сосредоточенность всех веществ поэтому я сейчас маленечко соберу потом соберу еще так чтобы мне хватило на год и это потому что ее нужно собирать каждый год она хранится не может поскольку в ней я сейчас расскажу что что портится в течение года точно но сегодня я расскажу о том как она влияет на сосуды я записал первый ролик в бане о том какое у нас с вами с сосудами должно быть отношение как вы должны их правильно кормить их правильно тренировать ну и правильно чистить вот вот правильно чистить это одна из самых сложных задач у нас по существу есть очень такое средство которое является чистящим для сосудов и это средство природный спирт природный спирт но к сожалению человечество понимая что он помогает быть здоровым впадает с этим спиртом в проблему в алкоголизм в алкоголизм в некоторых народах правда он не такой серьезный то есть они как раз привычны к тому что пользуются в своем быту с давних давних времен этим спиртом то есть какими-то продуктами брожения но есть народу такие вот как русский народ то еще есть азиатские народу которых или северные народы чукчи говорят один раз выпьет и все сразу алкоголик больше он не возвращается поэтому со спиртом играться не стоит для чистки сосудов вот это не то средство которое вы безопасно для себя применяете оно должно быть внутри внутри у вас должна быть система питания и брожение который дает этот спирт у вас внутри но к сожалению в пожилом возрасте это бывает действительно проблемой но ведь как говорится господь то мудрый он не оставит нас без средства и есть еще средства которые чистят хорошо сосуды это аспирин аспирин на самом деле название более широкая да и аспирин не одного типа бывает то есть он разный бывает аспирин но мы с вами прежде всего ищем аспирин природный который как кислота тоже чистит сосуды помните чем чистят канализационные системы кислотой соляной кислотой или си соляной до соляной кислотой вот аспирин тоже именно та кислота которая помогает чистить сосуды и таким же образом когда он удаляет из крови вот эти белковые сгустки и растворяет эти жиры и белки он разжижает кровь разжижает кровь и если вот в первом ролике у меня шло про тренировку сосудов и про кормление сосудов то в этом ролике я хотел вам и сказать что вот есть прекрасные средства давайте я могу поближе встать чтобы вам было видно таволгу хорошенько сейчас вот так да вот и это средство таволга потому что в таволге одно из самых больших количеств этого природного аспирина причем вот как раз в полном наборе то есть там и так и так и такие есть значит его много в коре и вы я вам рассказывал но ее нужно собирать тогда когда значит весной ее много аспирина там скажем в шишках и цветочках ольхи ну в общем достаточно в разных продуктах много вот меня попалась на глазах дикой яблонька в яблоках тоже много аспирина потому что вот кислота который вы чувствуете это чаще всего аспирин аспирин на самом деле его должно быть в нас много для этой чистки и в принципе природа приготовила нам этого аспирина во всех продуктах какой ни возьми где вы чуть-чуть чувствуете какую-то кислоту или даже горечь то это чаще всего обусловлено тем что в этом растении есть аспирин но в чем наша сейчас проблема природных растений стало мало потребляться если мы идем в магазин где покупаем какие-то помидорчики огурчики но вот зелень различную в которых и должен быть вот этот аспирин как основой средства для нас мы зелень для этого и потребляем чтобы получить его а в искусственно выращенных растениях его мало потому что это такой накопительный процесс вот вот он должен именно в те сроки какие значит есть и накопиться приготовиться потому что это все ферментации особые там и все остальное должны произойти и вот в этих продуктах аспирина практически нет вы и так то можете посмотреть сколько его в продуктах просто растительного питания и увидите что его нет и где взять и где взять нет можете пособирать коров и вы например можете пособирать подорожник можете пособирать ну еще много всего можете пособирать но лучше всего пособирать талгу потому что здесь камеру перегрелась выключилась пришлось ее поставить в тенечек так вот в таволге аспирин душистый и ее принимать это самые прекрасные удовольствия поскольку в чай будет очень душистый ванны душистые ну и о бане я Сейчас спешу, потому что вдруг опять Выключится камера Делать ванны В бане для ног Для тела Обтираться Настоем таволги Одно из самых лучших средств Особенно для тех, кто хочет Профилактирует варикозы То есть уже проблема пошла Надо ее как-то порешать на ранней стадии Вот лучше всего в баню прийти Чтобы раскрыли споры При определенной температуре Начался потоводеление И как можно больше На себя повязок Ну в общем тряпочку намоченную Настоем таволги наложить Ноги вообще, если они уже с проблемами Можно поставить в воду С настоем таволги И тогда аспирин этот Не только войдет в сосуды Не только вот через эти поры Проникнет внутрь вашего тела Где убьет бактерии Они его не любят Вы знаете, для чего мы пьем аспирин Разжижит кровь Ну и самое главное Он сосуды очистит от всех этих завалов Этого белка Этого холестерина, который там И поэтому в бане лучше всего Принимать ванны Или вот такие примочки Вместе с таволгой Кто-то скажет С варикозом нельзя в баню Нельзя Нельзя в очень горячую баню В простую русскую баню Где не очень горячо Где температура только Для того, чтобы Запотеть Можно А уж на ранней стадии Тем более Очень резкие перепады температур Вот для тех, кто с варикозом страдает Действительно вреды А если не очень такая температура То она будет Посовещайте со своим флебологом Со своим врачом И поговорите с ним о таволге Если он не знает Расскажите ему о таволге И скажите Отец Михаил вот сказал Надо в бане Ну и если флеболог грамотный А тем более если он умный То он вам скажет Да, отец Михаил прав Наберите таволги И таволга вам практически От всех заболеваний Особенно от заболеваний сосуда Поможет обязательно Но если он жадный и хитрый То он будет вам выписывать Разные другие средства Он будет вас Учить другим мероприятиям И скажет этот Михаил жулик Шучу, конечно Берите пример Как у нас с матушкой Все прилично И таволга Одно из средств Который нам помогает В этой приличной жизни жить Здоровья вам всем Радости Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok